Должен сказать вам правду, у меня было очень темное прошлое. Я имею в виду наркозависимость. В какой-то момент единственная здоровая вена у меня была между пальцами ног. Метамфетамин. Уверен, вы не знаете, что это такое, бабуля. Я видел ваши зубы, думаю, вы не нюхали его. Но Господь говорит, не судите о том, что было. Ибо это уже в прошлом, так за что судить? Но это еще не все. Да, возможно, я был уже готов сосать члены за бабки. Но однажды я обоссанно очнулся лицом в сугробе. И не знал, где нахожусь. Даже не знал, кто я такой. Помню, что долго не мог открыть глаза, потому что был ослеплен ярким светом. Но когда открыл их, я увидел Иисуса. Ты увидел Иисуса? Я увидел Иисуса. Он был на руках у Марии в вертепе церкви святого Михаила. И я заплакал. Это были слезы не боли, а радости от того, что я нашел свой путь. Скажите, отец. Просто Бик, умоляю. Что заставило вас стать военным священником? Ммм, отличный вопрос. Одни люди призваны служить Богу. Другие призваны служить стране. А тот, кто служит обоим, называется военным капелланом. Я получил сверху двойное назначение. Священник в армии. Это интересно. А когда малолеток расстреваете, действуете по принципу, не пойман, не вармур. Пап! Все в порядке. Ничего страшного. Это хорошая шутка. Я такой не слышал. У меня не задержится. Умно. Нет, не умно. Вызовите пожарных, потому что это очень-очень горячо. Хорошо, не трогай. Короче, слушайте, если вы против русского грибного супа-пюре, мы можем выбрать более пасторанную тему с чилийским чили-перцем. Я вернусь с крутолами. Скажите, Биг. Да? Вы сами откуда родом? Родом из Северной Дакоты. Серьезно? А город? Хендерсон. Не слышал про Хендерсон. О, Хендерсон очень маленький городок. А где он по отношению к Бисмарку? Вы из Северной Дакоты? У дяди Эда там свое ранчо. Вот же, черт, бывает же такое. Нет, это на другой стороне от Бисмарка. Бисмарк здесь, но если ехать вот так, там будет тоннель и вот здесь. Но Бисмарк в середине. Вы сейчас так похожи на Элизабет Тейлор. Поразительное сходство, не правда ли? Спасибо, Ате. Ничего общего. Дак, послушай. А когда вы последний раз виделись с Биком? В марте. В марте? Одну минутку, минутку. По-моему, в марте. В апреле был в Ираке маффин сок. А после проходил подготовку, коттедж, сыр, бокал. А потом много путешествовал. Так что это было 3, 4, 6, 7 лет назад. 4, 6, 7 месяцев назад лет. Я думала, ты видел Бика в Ватикане пару лет назад. Что ты сказала? Когда ты был в Риме, вы с Биком в Ватикане. О, боже, точно, точно. Ты уехал в марте, жгучий перец в целку, так что... Конечно. Да, точно. Да, это похоже на то. Что ты сейчас сказал? Ты сказал жгучий перец в целку. Зачем ты это сказал? Перец в целку. Милый. Сколько будет 7 на 17? 119. Черт не думал, что она так быстро ответит. Дыши так. Милый, да что это с тобой? Я... Я... Я должен сказать вам правду. Я... Ай! Черт, как мой! Господи! Он же горячий! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА